Сегодня ночью наши люди снова ощутили страх. Снова мы сидели в подворах. Снова на нас украинская сторона бросила около 40 снарядов на жилой массив и около 20 снарядов на блокпосты. Снова наши люди ощутили такие эмоции, такие переживания, такую ненависть к этим людям, к этим военным, которые воюют против населения. За сегодняшнюю ночь пострадало менее 20 домов. Из них есть и прямые попадания, есть осколочные. Слава Богу, жертв нет. Это, наверное, сейчас самое главное, что может сложиться в этой ситуации. Попало на Смоленскую, попало на Карбышево, попало на Политаево, на Рыбалку. То есть все улицы понемножку получили свои снаряды. Тяжело, очень тяжело каждый день говорить эти цифры, повторять эти цифры. Нас до сих пор никто не слышит. До сих пор не слышат о том, что не выполняются эти перемирия, мирные соглашения. Мы устали, мы просим, мы просим остановить эту войну. Мы просим от всех жителей поселка Зайцево, ну прекратите ли нас уже бомбить. Сколько можно нам быть и жить в подвалах. Сегодня ночью, вы знаете, взрыв был не как всегда. То есть вся земля дрожала. Такое ощущение, что попали именно в какой-то склад с боеприпасами. Потому что такого мощного взрыва на протяжении уже стольких лет, которых идет у нас война, не было. Взрыв был сильный, мощный. И, понимаете, не вот так вот одним взрывом, а как будто вот много-много-много сразу. Как ходит уже по поселку у нас слух, что это попали в склад боеприпасов.